всем привет нас уже 18 попытка но мы не сдаемся и сейчас мы проведем впервые впервые в истории арифлей мы проведем прямой а саш зови лена к телефону мы поздравим и в прямом эфире лен да что так вот смотрите вот у меня сейчас лена на прямой связи напишите теперь как ее слышно лен поздоровайся со всеми скажи что нибудь всем здравствуйте как меня слышно но не видно ты продолжай говорить пока нам оценки не поставят напишите как слышно видно по 10 бальный нет а тебя тебя не видно тебя не видно кстати я же могу по видео связь о давайте видео звонок сделаю сейчас сейчас будет видео слышно пишут что слышно сейчас переключить видео звонок сейчас мы сейчас сделаем сейчас тебя будет и слышно и видно вот отлично вот теперь мы с тобой тебя и слышно и видно теперь как как нам сесть кого так вот 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 я вот так вот ты вот так вот дослушай у меня же слушай у меня же целая система есть все нормально сейчас вот по 10-бально все слышно-видно смотрите видите двадцать первый век мы сейчас все сделаем сейчас будет и слышно я во так подальше сяду и И видно, вот как проводят прямые эфиры у нас в Reflame. Вот, все, тебя теперь и слышно, и видно. Я не знаю, ты видишь или нет, но твой этот, но ты не, так, сейчас, сейчас, ты, наверное, не видишь, но не суть. В общем, ты в прямом эфире. Хорошо, прямой эфир, он сейчас видит, один вопрос, прямой эфир он заканчивался, заново ты выходил или нет? Чтобы я понимала по времени, а то мы столько ходим туда-сюда, и он заканчивался. Да, нет, я только что, я только что начал новый эфир, только что начал новый эфир. Поэтому по времени, сколько сейчас времени можешь на часы посмотреть, а то у меня все телефоны заняты. 14.56. Все, 14.56. А, ну, у меня 14.56, у вас минус 3 часа. У нас 11.56, получается, что нам нужно в 12.50, ну, давай с запасом возьмем, закончить, попроси Сашу тогда, чтобы он нас предупредил. Хорошо, чтобы я завершил прямой эфир. Все. Я запринялся. Все. Лен, мы попробовали вариант, чтобы Лена вышла в Oriflame Drive, у нас почему-то не получилось, тоже какие-то технические сложности. Поэтому выглядит, что это единственное решение, и мне кажется, не самое плохое. Всех видно. Да, Лен, ну что же, давай к инструментам работы. Итак, у... Я включусь. Еще раз. Лен, готова? Да, да, да. Давайте я вот тут вот снижу. Ага. Итак, скажи, инструменты работы, сколько инструментов, вот ты нам приготовилась сегодня рассказать, и сколько вот минимум должно быть у такого лидера, который, ну, вот мы говорим про онлайн, да, работает онлайн. Топ-7, топ-7 я для вас сделаю инструментов, наверняка эти все инструменты для вас известны, вы их все знаете, просто, возможно, кто-то думает, что нужно какой-то секрет, не секрет, или какой-то супер-пупер инструмент, такого нет, все достаточно просто. Вообще, есть очень хорошая поговорка, да, не усложняйте простые вещи, многие, наоборот, начинают простые вещи усложнять, зацикливаться не там, на чем нужно. Итак, первое, это ваши чаты, неважно где, в Телеграме, в Скайпе, в WhatsApp, в любой мессенджер, который вы используете, это чаты. Это очень важно, потому что вы должны делать коммуникацию со своей командой, потому что мы должны драйвить, потому что мы должны обучать, потому что мы должны мотивировать, мы должны давать все необходимые инструменты для работы. И, конечно же, чаты, это то, что объединяет, это поднимает командный дух, да, и действительно люди объединяются в какое-то сообщество. Подожди, Лен, подожди, мы все-таки с тобой формат интервью оставим такой, да, несмотря, мы справились со всеми трудностями, у нас сейчас есть время, чтобы поточняться. Итак, первое, возьмите ручки и возьмите листочки, потому что иначе, вот даже я сейчас буду записывать то, что Лена говорит, иначе вы послушаете, это все, конечно, интересно, но это все уйдет туда, вот на полочке ваших знаний, а надо это конвертировать в практику. Лен, чаты в мессенджерах, ну вот я думаю, если мы сейчас спросим у наших сейчас участников, то, скорее всего, у всех, у каждого есть какие-то чаты, и в целом, вот я завел чат, я от лидера, да, вот продолжим, давай так, я менеджер 12%, я хочу работать онлайн, или 9%, я вот завел чат, да, вот скажи, самые часто встречающиеся ошибки, вот когда люди делают чаты, но делают это неэффективно, какие? Самая распространенная ошибка, это доска объявлений, я так называю эти чаты, почему? Потому что важно понимать, что нужно в своих чатах создавать атмосферу роста, атмосферу успеха, и чтобы это не была просто доска объявлений. Что такое доска объявлений? Когда мы сидим сами в других каких-то чатах, в чатах компании или в чатах спонсора, и когда нам дают, например, какую-то акцию скинули, да, анонс на какой-то эфир, анонс на какой-то вебинар или еще что-то, не важно. И просто очень многие берут, менеджеры, партнеры и лидеры есть в том числе, которые просто скопировали, вставили, отправили. И происходит просто пересылка из одного чата в другой. Это, конечно, тоже важно, нужно, естественно, потому что вы спускаете эту коммуникацию вниз своей команде, но, тем не менее, в чатах должна быть атмосфера, ну, как минимум, да, вы должны поздороваться с другом утром, но это как минимум, а у вас начнется рабочий день. Я всегда своим партнерам говорю, вот представьте, вы работаете, когда в обычном офисе, вот представьте, вы заходите, сидит много сотрудников, у каждого там, допустим, на свое рабочее место, вы заходите и говорите, всем доброе утро, здравствуйте, на вас посмотрели и вам не ответили, и в ответ тишина. Ну, как бы, даже представьте, такое очень сложно, потому что всегда люди тоже так же, да, отвлекаются, здороваются, поэтому я всегда привожу на обычные примеры, чтобы люди понимали, что наш онлайн-офис, это вот как раз-таки чат, это наш онлайн-офис, где мы одна команда, где нужно как минимум отвечать на доброе утро и желать друг другу, да, позитивного дня, отличного настроения. Следующий момент, то, что я рекомендую делать своим партнерам, это планы на день. Не все любят это делать, не всем нравится это делать, не все привыкают сразу это делать, но я рекомендую, многие говорят, у меня там нет времени сидеть, печатать, я говорю, окей, смотри, у тебя есть в любом случае какой-то блокнот, да, ты предприниматель, ты бизнес-партнер, ты хочешь развивать свой бизнес. И все мы знаем, что для успешного предпринимателя и лидера очень важно правильно и эффективно планировать свой день. И без планирования невозможно, да, очень четко фокусироваться на тех задачах, которые ведут к результату и которые ведут к росту. Именно поэтому, если ты в любом случае учишься, ты планируешь, ты занимаешься тайм-менеджером, там, ты себе пишешь это в блокнотик, просто возьми телефон, сделай фотку и отправь эту фотку в чат. Не важно, там, пишешь ты, там, фотку ты отправил или ты так написал, делай так себе удобно, да. Я еще раз повторюсь, нужно упрощать все вещи, не надо заморачивать людей, чтобы они делали именно так, как вы хотите. Пусть они делают так, как им тоже удобно. Они отставляют эти планы на день. Смотрите, очень важно тому человеку, который организовал этот чат, будь то менеджер, будь то лидер, все-таки, если вы являетесь, не если, а вы должны являться примером, и если вы говорите о том, чтобы люди планировали свой день, то вы сами должны планы свои показывать, на раз, во-вторых, я всегда своим партнерам, когда они скидывают планы, я даю какой-то комментарий, да, комментарий, и, то есть, либо там, по статистике рекрутирования, я вижу, что человек еще недопонимает, какую статистику нужно делать онлайн, для того, чтобы был ежедневный рекрутинг. Либо это могут быть действия, которые отвлекающие, либо человек, ну, допустим, да, где-то сад будет со звоном. Есть люди, которые пишут, делают 10 созвонов, где-то 20 созвонов, то есть, он уже понимает, что я вот ка, да, есть люди, которые просто пишут созвоны. И я всегда объясняю, смотри, можно сделать один звонок, это будет созвон, ты сделал, как бы, свой план. А можно делать 20 созвонов, можно делать 10 созвонов, результат будет другой. Верно-верно, но и там планы созвоны идут. Поэтому очень важно указывать своим партнерам, направлять их, чтобы они понимали статистику. Далее, что очень важно, каждый день должен быть у нас рекрутинг, поэтому в плане ежедневно должен быть рекрутинг, в плане ежедневно должна быть работа с командой, работа с новичками, это обучение, и это все должно быть расписано. Я, конечно, своих партнеров учу планировать по времени, мы называем это по будильнику, не сразу это все получится, но это очень хорошо держит вас в тонусе, потому что я сама даже по себе знаю, когда у меня просто планы бизнеса, мы где-то отвлекаемся на какие-то другие различные, я не знаю, вы там зашли и зависли на сторизах у кого-нибудь, или в чат зашли и зависли, то есть время проходит непродуктивно. Когда вы планируете день по времени, я себе ставлю будильник, то есть, например, до такого-то времени я сегодня провожу прямой эфир, и у меня стоит будильник, что в такое-то время все, он закончился, и дальше у меня другая работа, рекрутинг. Например, я себе ставлю рекрутинг на 2 часа, будильник поставила, через 2 часа, и все, я ничем не занимаюсь в это время, я занимаюсь чисто рекрутингом. И звонит будильник, все, я знаю, что я это все уже сделала, и, понимаете, я всегда поглядываю на время, это уже привычка, то есть ты не распыляешься, потому что знаешь, что вот это четкое время у тебя сейчас на рекрутинг. Потом у меня, допустим, идет обучение, или подготовка к прямому эфиру, или подготовка слайдов к вебинару, я знаю уже примерно, какое время у меня на это уходит, допустим, час или полтора, я его планирую. Опять же туда заношу, и я четко знаю, что сейчас у меня телефон будет лежать рядом, и я от него не буду заходить, я буду сидеть, сделать чисто презентацию. И, опять же, будильник засвенел, все, понимаете, конечно, бывает где-то плюс-минус шероховатости, мы не все не можем там, да, по времени рассчитать до секундочки, это нормально. Но суть в том, что вы фокусируетесь на важных вещах, не зря есть, опять же, да, такое высказание, сначала делайте то, что нужно делать сначала. Это очень важно, потому что зачастую мы занимаемся имитацией фурной деятельности, мы себя сам успокаиваем тем, что мы якобы работаем, в кавычках, когда мы тусуемся в чатах, когда мы просто общаемся, это важно. Это тоже один способ коммуникации, но он не важнейший, с которым нужно начинать свой день и заканчивать свой день, и целый день попроводить в чатах, потому что есть еще много других способов коммуникации. Поэтому первое, это, конечно, приветствие партнера в чате, второе, это планирование на день, третий, от самого менеджера, партнера, лидера, это, конечно же, направление, да, сказать, где что нужно поправить, где что дополнить, где что исправить, объяснять статистику, объяснять, давать направление. Следующий момент, это, конечно же, общение, общение, и, вы знаете, это должны быть, у нас, например, это все запланировано, кто из партнеров за что отвечает. Ну, если говорить кратко, то у нас, каждый день у нас в чате идут акции, то есть не просто рекрутинговые акции, где-то рекрутинговые акции, где-то для менеджера, там, да, у нас есть какая-то определенная бонус, как можно получить и так далее. То есть мы распределяем, каждый день у нас есть акции, у нас, ну, это не просто, знаете, скинул картинку, скинул условия и все. Мы это все подводим к тому, что вот есть, допустим, рекрутинговая акция, по которой тебе нужно зарегистрировать определенное количество там рекрутов, да, И мы подводим к тому, что вот смотри, ты можешь получить какой подарок, как вопрос теперь возникает, да, все классно, подарки классно, рассказали про них, объяснили, возникает вопрос логичный, как его получить, что я должен сейчас делать. Если когда вы просто говорите партнерам, идите рекрутировать, это знаете, так вот просто пальцем в небо, идите рекрутировать, идите смотреть вебинары, это пальцем в небо, людям нужна конкретика, потому что огромное количество людей сюда приходит из найма, где они привыкли, пришли на работу, у них есть четкая установка, какую работу они должны сегодня сделать, и они ее делают. Когда люди приходят в бизнес-компанию, у многих партнеров ошибка в том, что говорят, иди рекрутируй, иди обучайся, вот тебе инструкция, иди сам делай. В любом случае нужно сфокусировать на определенных каких-то действиях людей, поэтому мы начинаем из рекрутированной акции переходить в рекрутинг и говорим, допустим, вот сегодня мы будем проводить тест-драйв, ну ты знаешь, это у нас презентация бизнеса, ты можешь пригласить своих знакомых, ты можешь пригласить людей, с которыми ты ранее общался, по холодному кругу, свой теплый круг, даем готовые скрипты, даем готовые смс, что писать, кому рассылать, какая статистика, это тут же проходит в чатах, то есть оно логически, оно вытекает из другого, то есть мы сказали, что есть эта акция, мы ее прокачали, мы подняли мотивацию, и теперь мы даем инструменты, как это можно получить, и люди либо приглашают своих знакомых на чат, и на троих со спонсором, это уже рекрутинг, либо они приглашают на презентацию бизнеса, у нас они проходят каждый день в WhatsApp-чатах, и уже лидер сам дает информацию всем тем партнерам, ой, всем тем кандидатам, вернее, которые присоединились в чат, то есть есть, и потом в течение дня обязательно, у нас прям такая идет движуха, есть регистрация, делают сразу скрин, отправляют чат, и прям там, у меня регистрации, например, пишут с такого метода, с чата на троих, или там с тест-драйва, или с холодного круга, или еще откуда-то, да, то есть другие, те, кто еще не участвуют, видят, что реально рекрутинг-идиот, что люди рекрутируют, что это работы, да, а затем, допустим, прошел тот же самый тест-драйв, презентация бизнеса, я сама из чата тест-драйва, который я провожу, я всегда делаю скрин, где люди пишут, я готова попробовать, я хочу попробовать, я готова, я хочу, я готова, я это все отмечаю и скидываю в чат, и показываю, что это работает, что люди соглашают, люди идут, что люди регистрируются, и еще раз им повторяю, что у вас, ваша задача просто использовать вот те инструменты, которые мы вам дали, и пригласить в этот чат, либо там на чат на троих со спонсером, и после этого еще мы подводим итоги дня, где партнеры, они отписываются, сколько вышестоящих партнеры, которые идут в данной структуре, они отписываются за день, сколько по всей команде было регистрации, это тоже, знаете, прям, ну, я считаю, такой стимул, и для всех тех, кто еще не включается в рекрутинг, они видят, что каждый день, каждый день идут люди, которые хотят развиваться с компанией iFlame, которые хотят зарабатывать с компанией iFlame, и с каждым днем вот эти их сомнения, какие-то страхи, они уходят на второй план, потому что они видят эту движоку, они видят, да, что реально сюда есть люди, потому что и мы даем инструменты, и мы даем обучение. Что еще? Помимо акций у нас, и через день у нас идет сейчас мотивация, есть отдельный телеграм-канал, за который отвечает один из лидеров моей команды, и она его наполняет, там история успеха, там покупки какие-то, и, поверьте, там покупки, это не только машины, квартиры, потому что многие думают, что вот, если у меня еще нет сейчас результаты успеха, конечно, там лидеров легко рассуждать, а у меня этого нет, что я буду показывать, да, что мне. Здесь не надо заморачиваться, нужно просто использовать то, что дают вам ваши лидеры. В любом случае вы находитесь в команде, даже если у вас в команде нет никаких суперрезультатов, просто используйте результаты в целом компании iFlame, лидеров, которые в компании iFlame работают. То есть, и не нужно зацикливать людей только на машины и на квартиры, потому что зачастую встречаются люди, для которых это очень далеко, и они не верят, что к этому могут прийти. И мы качаем, даже, знаете, обычные покупки, купили микроволновку, я не знаю, купили холодильник, купили домой посуду, купили еще что-то, и это все выкладывается на этот канал, и потом просто все-все уже партнеры для прокачки своих чат берут эту информацию с канала, доходы, получение денег, там, конечно же, кто-то путешествует, кто-то квартиру купил, кому-то машину, машину от компании получил и так далее, да. И мы в перемешку это все тоже скидываем, прокачиваем. Ну и, конечно же, помимо этого идет бизнес-обучение, есть четко каждый день, каждый день партнеры, которые отвечают за то, чтобы прокачивать бизнес, какие-то темы, да. Потому что по рекрутингу это же не единственная тема, да. Есть тема возражений, есть тема маркетинг-плана, это мы тоже в чатах обсуждаем. Есть тема отрывов, есть тема разъяснения различных квалификационных бонусов, различные квалификационные периоды для того, чтобы на кей-директоров попасть, на конференцию какую-то поехать. А сейчас информации много, и я заметила, что очень многие люди, они даже не заходят на сайт, не читают, не изучают, не вникают, и это нужно вот прям говорить и говорить. Я своим партнерам говорю, запомните, вы здесь попугай, нам нужно просто изо дня в день одно и то же повторять и повторять, повторять и повторять. Вот, и также, конечно же, это продуктовая коммуникация. Продуктовая коммуникация мы делаем следующим образом. Когда у нас открывается новый каталог, мы его изучаем, смотрим, какие есть выгодные предложения в текущем каталоге, что идет со скидкой, какие есть напитки, естественно. И для начала то, что у нас идет по выгодным предложениям, в какой-то там суперцене, у нас практически у всех, да, что-то уже из этого есть, у самих партнеров ключевых, и у меня в том числе. Мы говорим, у кого там, допустим, есть где на выезд, да, ночная маска, у кого там то, и девчонки сами пишут. И мы договариваемся, ставим прям график, каждый каталог, он у нас новый, такое-то число, такой-то партнер снимает краткий какой-то ролик, это буквально минута-полторы, где он на себе показывает, как он пользуется этим продуктом, и он рассказывает свои ощущения. И обязательно потом, когда он отправляет это в чат, он приписывает, что партнеры обратите внимание, что именно в текущем каталоге на этот продукт есть спеццена, он идет по такой-то скидке вместо такой, если вот такая, там не упустите возможность. То есть мы показываем сами, что пользуемся продуктом, да, и заостряем внимание именно на фокусных предложениях, на трайверах каталога. Затем уже мы, поскольку все те, кто лидер, мы отправляем заказы в нуль в урок день каталога, стараемся, чтобы были новинки, да, не то, чтобы стараемся, в любом случае те, кто уже привержен к компании, а им нравится, им хочется попробовать эти новинки, я сама всегда покупаю. Все, потом приходят наши заказчики, и мы уже начинаем говорить, блин, друзья, вот классно у нас была новинка, да, новая тональная основа, 30 часов стойкости и так далее, и так далее, умная там формула, и начинаем расписывать, на себе показывать свои ощущения, рассказывать и так далее. То есть чат должен быть живой. Помимо этого, ну еще мы проводим периодически какие-то викторины, какие-то розыгрыши, какие-то конкурсы, и мы это тоже постоянно включаем в чат. Например, недавно мы делали, допустим, вот так, да, в общем, участвуют все те, кто находится в чате, и задать просто, по их мнению, рассказать, какое самое выгодное предложение каталога, самые выгодные предложения каталога. Если у них есть этот продукт, они его фотографируют, если этого продукта нет, то просто делают скрин из каталога, скидывают в чат и пишут, почему они считают, что самое выгодное, ну, входит в одно из самых выгодных предложений каталога. Кто больше заберет, так скажем, баллов за каждый вот этот вот скрин, тот получает какой-то там от нас сюрприз, так скажем, да, какой-то бонус. Это бонусы могут быть самые разные, и это очень хорошо заходит, потому что, для чего это вообще делается? Во-первых, движняк в чате, во-вторых, люди все любят конкурсы, какие-то и розыгрыши. В-третьих, они начинают просто вот так вот все этот каталог листать, внимательно его изучать, смотреть, где же скидка, где же какое выгодное предложение, и не мы это рассказываем уже, да, я думаю, как прокачка, а они сами это делают, сами в этом участвуют, и они уже реально знают каталог. Когда партнер знает каталог, он может любому своему новичку порекомендовать правильно, на что обратить внимание, на какие фокусные продукты, да, он может собрать заказ, потому что он сфокусирует людей, на что обратить внимание. Не просто ссылку на каталог скинуть и все, а сказать, обрати внимание, на такой-то странице есть вот это, на этой странице есть вот это, и так далее. Вот, в принципе, кратко, наверное, все. Нереально круто. Вот я боялся дышать сейчас, понимаешь, потому что ты настолько, даже в комментариях было написано, видно сразу, что учитель, все структурно. Лен, невероятно круто, коллеги, партнеры, вот прямо это бизнес-концентрат, это вот информация, это бери и делай. И смотрите, нам, мы, весь эфир, я думаю, весь час можно посвятить одним только чатом, подробно разбирать. Но наша задача не подробно, детально вас научить, а дать вам основы, дать вот эту вот энергию, интенцию дальше начать изучать, дать какой-то фундамент. И Лена сейчас его дала. Давай, Лен, я вкратце вот так повторю, что я себе записал. Итак, первый инструмент, это обязательно чаты в каких-то мессенджерах. Сейчас ты больше примера приводила про такой командный чат, партнерский чат, но эти чаты могут быть и там продуктовый, и с новичками, это может быть информационный канал, там уже нужно докручивать, соответственно, контент. И вот как пример, какие ошибки бывают. Первая ошибка, это когда ты делаешь чат, и ты просто туда делаешь репост информации, которая идет от компании. Это мне очень понравилось, я возьму эту прям формулировку, называется доска объявлений, оказывается. Не делайте доски объявлений. Потому что есть такая ошибка, сделал доску объявлений, у меня есть чат, но он не работает. Конечно, он не работает, потому что это не чат, а доска объявлений. Итак, зачем нужен чат? Это приветствие, планы на день, энергия, позитив, общение, быть примером, давать направление, рекрутинг, работа с новичками, показывать примеры и результат, конкретику давать. Вот самое важное было, четко конкретно что делать. Подводить итоги дня, историю успеха, доходы, бизнес-обучение, викторины, розыгрыши, тестируем продукцию. И это, я думаю, что только часть списка, еще можно его продолжать бесконечно. Супер, Лен, забираем первые чаты, и с командами соберитесь, и по-брейнстормите, сколько чатов вам нужно, что там должно быть, кто за них ответственный, какая структура и так далее. Это не может быть доска объявлений. Лен, первое записали чаты, мне интересно, что же второе? Второе, очень важное, это, конечно же, какая-то обучающая платформа, потому что, как я уже говорила, чаты важны и нужны, и они должны быть интересными, чтобы людям хотелось туда заходить, но тем не менее, все люди разные, и кто-то хочет просто открыть и почитать, потихонечку, чтобы никто не отвлекал, никто не мешал, не бежали вот эти все сообщения, как это происходит в чатах. И в любом случае, нужно, чтобы была обучающая платформа. У кого-то это могут быть сайты обучающие, у кого-то это могут быть инструкции, может быть, на каких-то дисках, я не знаю, там, Google дисках, Яндекс дисках, у кого-то это могут быть инструкции обучающие на YouTube, ой, на Telegram каналах. У нас были и сайты, и много чего было, мы сейчас упростили, сделали просто Telegram каналы, и даем, допустим, первый канал, это первое занятие. Дали этот канал, и его партнер уже изучает. Когда он выполняет задание, которое дается в этом первом уроке, только после этого выдаётся второй урок, это уже другой канал. И таким образом, мы постоянно на обратной связи с партнерами, я ещё рекомендую сейчас делать с моим партнером, прям договариваться. То есть, допустим, даём занятие и говорим, завтра в 20.00, ну, к примеру, это я так делаю, завтра в 20.00, постараюсь до этого времени изучить, посмотреть, прочитать всё, что находится на этом канале, и завтра в 20.00 я специально покажу на связь для того, чтобы отвечать на вопрос по обучению. Поэтому поставь себе будильник, чтобы ты не забыла, и в 20.00 навси мне все вопросы по тому материалу, который ты изучила. Почему мы стали так делать, и я вижу намного больше обратной связи, потому что зачастую, когда людям даёшь просто инструкции, они могут с этими инструкциями сидеть неделю, две и больше, потому что они то откладывают, вот эта вечная привычка у людей, на потом, на завтра, на послезавтра, а нужно, вы же понимаете, что максимальная мотивация у людей тогда, когда они приходят. Вот это настолько важно, пока человек дарит, пока он эмоционально заряжен, направлять его в нужное русло. И давайте ему все инструменты и инструкции показывать, что вы рядом с ним, и что вы будете его сопровождать, что вы действительно заинтересованы в его росте. Вот это очень важно, потому что очень многие начинают общаться только за заказы, за бонус-баллы. Я всегда своим партнёрам говорю, не смотрите на людей, как на бонус-баллы. Это ваши люди, это ваши партнёры. Возможно, в будущем вы будете сидеть вместе на банкетах директоров и ездить вместе по разным странам и конференциям. И это очень важный момент, поэтому обучение. Можно очень много говорить, какие мы крутые, какие мы классные, сколько у нас конференций, сколько у нас бонусов и всего остального, и подарков. Но если мы не даём людям платформу, где они могут понимать, читать, изучать, смотреть и применять, самое главное, для того, чтобы у них получился результат и вот то всё, что мы их мотивируем, чтобы они тоже стали получать у себя в жизни, очень важно давать эти инструменты. Что у нас на Телеграм-каналах, сразу хочется сказать, это очень простые инструкции, это какие-то небольшие, могут быть записи вебинаров, исходя из этой темы, это могут быть просто текстом написано, какие-то рекомендации, какие-то пинь-шаблончики и, в принципе, и ничего такого, вот честно. То есть просто скрин и написано, что и как сделать. То есть нужно упрощать, ставьте в свои обучения какие-то огромные длинные вебинары, люди сейчас экономят своё время, огромный поток вот этой всей информации, они просто их не смотрят, не потому что не хотят, видят огромные, длинные, всё не будут. Старайтесь упростить, да, уже несколько сегодня это повторила, упростить свою систему так, пусть это будет короткий видеоурок на 5 минут, на 7 минут, пусть это будет текстовая где-то инструкция, шаблончик какой-то, но чтобы это было не так, заходите, что вы будете читать там, вот, 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 понятно, что вы думаете, это с вами, что вы думаете, умный ты, мы уже все с вами знаем, что умеем, и все, ну, не вбихуем, это мозг тех людей, то есть сюда только пришли, потому что это новички, они и так всего боятся, они и так думают, а вдруг не помут, а вдруг не смогут, и еще бодрые, знаете, я видела в ход, когда вот струксы раскидывали, вот, я не знаю, на такой вот текст, там, ссылка на такой урок, ссылка на такое видео, ссылка на вот это, ссылка, посмотри, ты, как, он уже, видел перечень огромный, думает, если только начало, то что же будет дальше, прощайте все, не надо сразу все взваливать, да, иди и рекрутируй, и верификацию пройди, и там, не знаю, авансы, и то, и то, не надо, постепенно, давайте какие-то маленькие шажочки, он прошел, похвалите, скажите, вот видите, что у тебя получается, давай дальше, следующий какой-то шажок, поэтому обязательно обучающая платформа, какую вы выберете для себя, это уже на ваше усмотрение, что для вас более, так скажем, удобнее, как вы считаете, это второй важный инструмент. Лен, спасибо, очень круто, и так, обучающая платформа, и действительно, вот это сопровождение людей, когда опять же, конкретика, не сразу огромный кусок стейка, на человека сваливаете, и делаете так, чтобы он проглотил его, даете по кусочку, medium well, с хорошим, да, глотком красного вина, стейк нарезаете, и вот по кусочку, чтобы ваши новички не подавились, потому что, когда вы вываливаете все, ну, вспомните себя в первые. Систему самое главное, да, это может быть телеграм-канал, вот интересный пример, один урок прошел, задание сделал, все, переходи к следующему, открывается доступ к следующему. Конкретное время для вопросов, забираю себе тоже, классная практика, когда вы говорите четко, в 20.00, жду тебя сегодня с вопросами, у человека нет шансов отложить, потому что вы его ждете с вопросами. Мне понравилась твоя фраза, не смотрите на людей, как на бонус баллы, это просто круть, реально, спасибо. Простые инструкции, и все шаг за шагом. Я хочу ответить, спрашиваю, будет ли запись, да, запись будет, она будет в Oriflame Drive, вы сможете потом посмотреть, потому что люди уже понимают, насколько ценная, прямо сегодня детальная, конкретная информация. Лена, спасибо тебе огромное, а кто-то вот отметил, да, бокал красного вина актуален. Да, ну вот, в общем, эфир наш сегодня идет очень активно. Итак, два инструмента узнали, чаты, обучающая платформа, что же третье? Третье, это тоже будет относиться к обучению, но это такое, так скажем, общекомандное обучение, да, потому что есть инструкции, они более индивидуальные. Третье, это, конечно же, я бы отдельно вывела именно прямые эфиры в Инстаграм. Я немножко сейчас объединю, скажу, что третье, это прямые эфиры, четвертое, это вебинары. То есть, в принципе, и там обучение, и там, но я хочу разделить, и я объясню сейчас, почему. Смотрите, сейчас, мир не структурировать, рассказать. Сейчас, когда мы сравниваем, мы видим, что посещаемость в Инстаграме прямых эфирах намного выше, чем в комнатах. Почему это? Если они не прочитали от вас в личном сообщении, даже пропустили, но сейчас все тусуются в Инстаграме, это такая самая популярная, так скажем, социальная сеть на просторах СНГ. Конечно, их много, но вот наша, так скажем, аудитория, и даже если они где-то упустили эту информацию у вас в чатах, в мэнс, в Инстаграме, и тот хоп, и прямой эфир, и они уже подключаются и смотрят. Это раз, во-вторых, это намного удобнее, потому что многие сейчас работают только с телефона, у которых нет компьютера, нет возможности создавать какие-то в послании. Лен, подожди секунду, подожди секунду, нам пишут сейчас, что зависает, сейчас давай остановимся, я не могу понять, но ты не зависаешь, потому что я слышу тебя хорошо. Да, напишите 10, если слышно сейчас, отлично, и видно, дайте знать, напишите 10, и мы двинемся дальше, или напишите, вот ставят класс, это, у вас, я пишу, да, спасибо, Вот, сейчас понятно. А кто-то пишет, что виснет. Смотрите, будет в записи, если что, в записи. Посмотрите, там ничего виснуть не будет. Пишет, все окей. Сейчас, Лен, продолжаем. Итак, третий пункт. Прямые эфиры и вебинары. Лена рассказывает. Нет, я бы разделила. Просто я объясняю, почему я разделяю. Третий – это прямые эфиры, четвертый – это вебинары. Почему? Потому что прямые эфиры, я уже сказала, не у всех есть компьютеры, не у всех есть возможность делать презентации, слайды, но люди хотят тоже зарабатывать. И зачем париться на том, что вот у меня нет компьютера, и из-за этого я не могу заходить в комнату, я не знаю, или делать презентацию, или подключаться, выступать и так далее. Не нужно, опять же, усложнять простые вещи. Наоборот, упрощается сложно. Успехи вашей команды, новые уровни. То есть работайте этим аккаунтом, и люди будут на него подписаны. И если они даже, это еще один способ коммуникации, да, где в чатах упустили информацию, они могут в сторис иметь, потому что сейчас все зарабатывают в инстаграме, как в подписах, а на прямых эфирах. И плюс прямой эфир, где просто вышел и рассказываешь. Есть девчонки у нас, которые уходят в их отдел, там, себе пишут в каких-то заметках, основные инструменты, фокусы, которые хотят рассказать. Эти заметки просто скринят и потом подключают из себя в прямом эфире, да. То есть у нас как слайдик тоже получается, уходят. Четвертое – вебинары. Почему я отдельно это говорю? Потому что есть партнеры, которые полностью, например, перешли только на инстаграм, а есть, наоборот, не приходят на инстаграм, и только вот мы привыкли к вебинарам, вебинары и должны быть вебинары. Я считаю, что нельзя одну полностью бросить и уйти полностью во что-то одно. То есть нужна какая-то синергия, нужен баланс. Почему? Потому что, опять же, есть люди разные. Есть люди, которым нужно все-таки видеть вошадковые, четкие алгоритмы каких-то действий. Эти люди, многие есть привыкли, у кого-то, возможно, не будет инстаграма, да. Их нужно будет завести на очки же разные, может быть, у него есть там одноклассники только, или вконтакте. Он еще не успел себе завести инстаграм, его создать, для того, чтобы подключаться на ваш прямой эфир. Но вообще, это самый простой инструмент. И второе, это вебинары, это альтернатива, это может быть уже более фундаментальное обучение, уже там со слайдами, уже больше, чем час и так далее, и так далее. И это все нужно, чтобы наладить систему обучения в вашей структуре онлайн. И хочу еще раз обратить внимание, помните, что это должна быть система. Не куски информации, а важно, чтобы вы сами себя протестировали, это система у вас или нет. Вот все ли системно идет от начала до конца, или вы просто, ай, сегодня про рекрутинг поговорю, ай, завтра про этот каталог расскажу, и так далее. Это не система, нужна система обязательно. Лен, спасибо. Итак, пятый пункт тогда, что будет пятым? Пятый пункт, я бы рекомендовала делать либо скайп-созвоны, либо зум-созвоны, как мы делаем в своих командах. Это, так скажем, мини-планерки, как мы их называем. Зум-созвоны, именно они отдельные могут быть. Это может быть зум-созвон только с ключевыми партнерами по какой-то определенной одной структуре. Это могут быть зум-созвоны, здесь только лидер и новички, допустим, взять несколько новичков, созвониться, познакомиться, пообщаться, дать первые инструменты, первые шаги в работе. Почему отдельно выделяем на эти созвоны? Потому что все-таки, когда люди нас видят по видеосвязи, это вызывает больше доверия, они уже между собой знакомятся. Это тоже объединяет их в команду. Ключевые между собой начинают знакомиться более тесно. Лидерчики, если вы их там берете, знакомите между собой, даете направление в работе, они уже между собой тоже знакомятся, знают, кто вообще, как человек этот выглядит, и кто он вообще такой, который не просто фамилия, имя, а строчка, который... Это очень важно, потому что сейчас вот мы, например, у себя в команде усиливаем обучение, вот прям и обучение этой прямой эфиры, этой вебинары, и усиливаем зум-созвоны с новичками отдельно, с ключевыми. Если говорить честно, у меня сейчас партнеры ключевые, они делают ежедневные зум-созвоны, повторюсь, это могут по скайпе, созвоны, в WhatsApp это не совсем удобно, потому что там нельзя много людей подключить. То есть разные есть платформы, нам больше подходит зум, и для чего, да, казалось бы, созваниваться ключевым партнером каждый день. Опять же, то же самое направление в работе, друзья, потому что даже несмотря на то, что это ключевые партнеры, это уже менеджеры, Вы знаете, вот нужно вот прям вот пошагово, сегодня мы делаем вот это, например, да, в первой неделе каталог, что мы должны начать, с чего? Мы должны начать с того, что мы отправляем заказы, мы сами показываем, что мы открываем, ну, в первый день каталога отправляем заказ, да, мы показываем начисление объемных скидок, то есть все партнеры, кто делает заказы, 150 бонус-балков выше, показываете начисление, то есть, ну, ну, всегда прокачку это ведет, но тут же мы делаем поздравления, аппарат успеха за прошлый каталог, кто в итоге у нас на какие уровни вышел, но, знаете, вот информации же много, тут же и новый каталог открылся, да, тут же нужно и пост, который закончился, потом постраивать, тут же есть много разных моментов, мы составляем там отзывы для подружки, для коммуникации, делаем продуктовые корсинки, нужно сделать на новый каталог, много всего и люди потеряются, несмотря на то, что это уже, в принципе, ключи партнеры, поэтому, когда мы начинаем, говорим, да, всем первое, делаем продуктовые корсинки, второе, делаем вот это, третье, да, делим списки местно-ключевыми для того, чтобы отрабатывать неактивные три каталога, начиная с первого дня, на этой неделе уже, да, все подключаем, со сбором и активно отрабатываем. И вот здесь очень много таких сегментов и нужно на каждый день давать четкое просто направление, тогда в голове у людей не будет вот этой вот каши, они будут знать, допустим, вот этот фокус, и они будут делать именно, фокусироваться на него, и так каждый день. И для чего вот... ...всем хорошо получилось, они проанализировали и поставили себе фокус и задач на сегодняшний день, что нужно доделать, да, и что нужно дальше, начать делать новое. Затем, это просто даже общение, просто вопросы, что не получается на данном этапе, в чем возникают какие-то трудности, какие советы, рекомендации, помощь нужна от меня как от лидера. И в любом случае, какие бы партнеры не были, не только новички, там, да, у которых что-то не получается, на каждом этапе есть определенные свои сложности. Арифлейм для всех, они все для Арифлейм. Отказы были, есть и будут всегда. Отказы это то, что дает нам опыт, это дает нам, да, как раз-таки. И с каждым новым отказом вы приходите к следующему, да, потому что вы уже понимаете, как правильно утепляться, как правильно присоединяться, о чем говорить, как подавать информацию, да, и так далее. Много моментов, но это все нужно проговаривать. И когда вы, вот на каждый день на связи, вы становитесь уже как семья, потому что вы вместе, каждый день вот эти вот сфоны, это объединять, самое главное, это решать поставленные задачи, на которых нужно соответствовать. Чтобы вы проговорили лидеру прописать это в чат ключевых партнеров, потому что где-то кто-то не услышит, где-то дети отвлекли, где-то еще что-то, поэтому мало там сказать, нужно еще раз это все в кучку собрать и пошагово это все в чат ключевых написать. Помимо этого, я еще всегда делаю публикацию, то есть у меня есть рассылка в отца, опять-таки, на для ключевых партнеров, и я тоже самое сообщение, которое я написала в чат ключевых партнеров, и то отправляюсь по рассылке, но оно каждому приходит в их личку. И я прям пишу, все, что мы проговорили там на своем созвоне, дублирую тебе в личку с партнером, и я думаю, что это не так, что это не то, что поотчитывается, они просто анализируют свою работу, как они проделали этот день, что получилось, что нет. И они пишут, и там то же самое по созвоном, потому что отдельная тема, я уже дальше пошла. В общем, здесь очень важно, как инструмент, я вижу, что это объединяет команду, и это очень хорошо фокусирует на важных вещах, и на то, что должны делать партнеры. И это могут быть, повторюсь, отдельные Zoom-созвоны, или Skype-созвоны с ключевыми партнерами, это могут быть с лидерами ваших групп, допустим, если у вас уже с вами такой, где у вас есть директора-директора, это могут быть отдельные созвоны с новыми партнерами, с новичками, это может быть просто созвон, например, и с помощью него рекрутинг даже уже многие делают, это когда созванивается человеком, который хочет понять презентацию, послушать, а тот, который пригласил, и тот, который дает информацию, да, лидер спонсора, вышестоящий. Вот так же созванивается, и в том же Zoom или Skype проходит презентация бизнеса возможностей компании Аймэй. То есть инструменты эти все доступны, нужно их только использовать, но и не лениться самое главное. Все. Лен, спасибо за пятый пункт. Вот я хочу подписаться под каждым словом, и особенно под тем, что Zoom нереально крутая и удобная платформа. Мы сами с командой ее недавно вот прям взяли на вооружение, и мы каждое утро в 9 утра созваниваемся именно в Zoom. У нас каждое утро такой Good Morning Meeting, потому что там видно всех, мы обмениваемся мыслями, вопросами, идеями, энергии, и все, на целый день мы заряжены. Поэтому пятый инструмент Skype или Zoom созвоны. Очень круто, спасибо, это реально крутой работающий инструмент на ежедневной основе, особенно сейчас. Очень важно. Спасибо. Так, мы ждем, у нас с тобой буквально 15 минут осталось. Поэтому мы ждем шестой метод работы онлайн от Елены Тугановой. Шестой, это отдельно созвоны, это уже телефонные звонки. То есть, если я сейчас говорила о Zoom как видеоконференция, то это там объединение команды, фокус на задачах, то обязательно должны быть телефонные звонки. Это вот прям, знаете, друзья, вот прям никуда без этого. Вот прям от слова совсем. Боитесь вы, не боитесь, трясетесь вы, не трясетесь. Просто начать. Вы знаете, я делала, когда первые звонки, да сейчас я такая уверенная, если я такая сижу, я помню свои первые звонки, у меня дрожал голос, у меня пересекало горло, у меня потели ладошки. Я думаю, что сейчас мне что-то спросили, я не знаю, как ответить, или скажут мне, давай, до свидания. Потом, просто, знаете, когда ты вот самое главное пересиливаешь себя, однажды, так скажем, единожды, однажды до себя пересиливаешь, и ты понимаешь, что ничего страшного-то и нет, ничего суперспрашного, сложного, там, я не знаю, сверхъестественного не произошло. Да, есть люди, которые скажут, извините, я там, не знаю, передумал. Но мы при этом должны отработать возражение, потому что здесь тоже есть такой один момент, когда партнеры звонят и говорят, вот, это не захотело работать, это сказала, что еще не буду работать. Цель звонка – это не просто позвонить и узнать, будет, не будет. Цель звонка – это вернуть человека на бизнес, либо, как минимум, на потребление продукта, да, то есть нужно понять первопричину. То есть, если человек нам регистрировался, то есть он хотел, он чего-то хотел, он либо хотел построить бизнес и решить какие-то свои потребности, либо, как минимум, пользоваться продукцией компании. Если он перестает делать заказы, если он перестает работать, значит, есть какая-то причина, и эту причину нужно выяснить. Не так, что, а, ладно, не хотите, ну, ладно, до свидания. Поэтому это тоже очень важный момент, что нужно не просто делать звонки, а делать правильные звонки, правильно умеет есть отрабатывать возражение. Но в любом случае первые звонки, они будут кривые, косые, корявые. Без этого никуда, но именно это дает опыт, именно это и даст будущий результат. Потому что с каждым звонком вы будете понимать, где вы что-то недоговорили, где вы что-то упустили, где что-то добавить, где как нужно поговорить, как нужно присоединиться, как нужно утеплиться. Вы будете знать вдоль и поперек весь каталог, потому что я всегда партнерам говорю, вот вы когда сводите, и человек, допустим, уже хочет, да, он говорит, окей, хорошо, я буду делать заказ, что есть. И вот часто такая ошибка, как столько много выгодных предложений в каталоге, вот я вам сейчас поговорим, ссылку скину, еще посмотрите. На самом деле у вас всегда в голове должно быть как минимум два-три продукта, по которым вы будете, это как минимум, четко можете направить человеку и сказать, что этот продукт в текущем каталоге, у него такая-то скидка, у него такая-то цена, за минусом ваши скидки 20%, это будет еще вот такая цена. То есть вы должны прям подробненько сказать, и для чего как этот продукт можно применить, да. Если говорить просто, много выгодных предложений, это опять пальцем в небо, да, то есть нужно как-то больше фокусировать на людей, заострять ли чем-то внимание, но при этом, конечно, после разговора, в любом случае, скину ссылку на каталог, возможно, корзинки выгодных предложений, продуктовые корзинки, чтобы опять же сфокусировать людей на внимании, да. Поэтому звонки, это очень важный инструмент, это то, что, во-первых, объединяет, да, и объединяет, налаживает вот эту взаимосвязь, взаимосвязь, сотрудничество между новичком, скотцем, между партнером и лидером. Важно понимать, что нужно не просто обзванивать, это мне активных, или те, кто это терминат, или те, кто стартер, но еще прикрутый, нужно уметь работать со всей своей командой, да, то есть это и активные партнеры, и с ними тоже нужно созваниваться, общаться, которые только пошли в рекрутинг, они будут пойти в рекрутинг, как-то отказ, 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 и нужно быть здесь, закинуть удочку и сказать, что, знаешь, это отказ, это нормально, а у меня тоже было вот так и вот так. Поэтому вот через созвоны вы скажете то, что вы никогда не напишете так в чат, вы даже голосом с такими эмоциями не проговорите, голосы, почему? Почему? Потому что это, знаете, так, вы, когда я родила с собой, через пару часов получил ответ, да, у меня уже эмоции прошли, я уже забыла проблема потребности этого человека, опять мне нужно в нее включиться, опять там что-то ответить. Ну вот раз, и конкретно сразу с одним человеком поговорил. Это очень важный, я бы сказала, наиважнейший инструмент сейчас в онлайн-коммуникации, в онлайн-работе лидеров, да и оффлайн-лидеры, когда работали и работают, это, в принципе, один из важнейших самых инструментов. Вот так сказала бы я. Поэтому если вы не звоните, садитесь на телефон и звоните. Статистика, да, компания нам рекомендует минимум 10 звонков в день. То есть это минимум. У меня есть девчаты, которые делают 20-30 звонков в день, они уже привыкли. А тебе что-то делать? Только вот брать и алло-алло. Лена, а вот люди подумают, что я просто тебя прям подговорил, но мне приятно, что это вот ты от себя говоришь, потому что я всегда говорю про звонки, 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 без звонков никуда. И мне так было приятно, что ты сейчас сказал, что звонки это просто маст. Вот это должно быть. Причем у нас тема онлайн-коммуникации, а ты говоришь про звонки. Вот поймите, ребята, что онлайн это звонки в том числе. Быть на связи с клиентами, с новичками, с партнерами и так далее. И да, страшно сначала звонить. И да, будет криво-косо. У меня тоже в горле пересыхало, когда я делал свои первые звонки. Я тоже молчал в трубку и жутко переживал, когда у меня отказывали, у меня не размещали заказ. Это нормально. Но продолжайте с улыбкой нарабатывать, двигаться вперед. И старайтесь действительно понять, что важно человеку и чем я могу ему помочь. Не звонить, сейчас я ему заказ размещу. Нужен тебе Арифлейм, не нужен? Конечно, тогда вам многие скажут, что нет, не нужно. Поговорите с человеком, спросите, как дела. Узнайте, что-то, порекомендуйте что-то конкретное. Лен, спасибо за звонки. У нас, кстати, в Арифлейм России сегодня стартовал марафон звонков. У нас мы неделю все будем звонить. 10 звонков в день. Это минимум, действительно, это гигиенический минимум. Спасибо тебе большое. Ну что ж, у нас, мы выходим на финиш, но у нас 5-6 минут финальных. И седьмой, ты обещала, 7 инструментов работы. Седьмой метод. Да, немножко, как раз ты, Анюта, затронул, но я прям сейчас сфокусируюсь, отдельный инструмент, это YouTube-канал. Почему это важно? Это ваши ролики, ваш YouTube-канал, где вы будете структурировать, возможно, по плейлистам, да, чтобы какие-то видеоуроки чисто для новичков, какие-то видеоуроки-то будут технические, ну, например, как сделать верификацию, как укормить заказ, как выбрать доставку, ну и так далее. Где-то это будут чисто записи, возможно, каких-то прямых эфиров обучающих, сути бизнеса, отдельно маркетинг-план там и про отрывы, отдельно это будет канал-мотивация, где будут различные ролики, где, опять же, да, там, конференции компании, путешествия и так далее. Почему это важно? Потому что когда у вас есть вот не просто, вы там какого-то лидера взяли видеоурок, да, сохранили себе, там кого-то, так сказать, там. Сейчас вот вагон просто информации и не знаешь, где ты сам все это сохранил, где у тебя 150 этих копилок, 150 каких-то телеграм-каналов, еще 150 каких-то чатов, и ты уже запутался и не знаешь, где, чего это вообще находится. Когда есть вот чистый ваш ютуб-канал, где вы все это собираете, и вы смотрите, что вы зашли на свой ютуб-канал, открыли, допустим, вам нужно суть бизнеса, вы открыли, у вас там есть подборка тех вебинаров, которые вы сами посмотрели, которые вас сами зацепили, которые четко, грамотно, где рассказана это суть бизнеса. И вы можете раз, уже исходя из своего опыта, не просто, да, найти что-то в интернете, где тут суть бизнеса отбил, любого лидера скопировал, ссылку и отправил. Неправильно. Нужно конкретно, четко отдавать именно то, что вы сами смотрели, именно то, что для вас показалось так очень доступным, понятным. И вы даете запись вебинара. Нужна верификация, вы идете, открываются технические уроки, например, у вас такой лист называется, да, и вы берете этот урок, где верификации, ну и все те инструменты, о которых я говорила, да, которые необходимы. То есть это очень важно, когда у вас в одном месте, в одном месте все будет структурировано. Далее, поскольку вы являетесь уже менеджерами, являетесь лидерами, вы сами должны проводить прямые эфиры, какие-то вебинары, обучения, делаете запись, выкладываете к себе же на канал, начинаете его постепенно развивать. То есть YouTube-канал это не так, что за один день, раз и все и сделал. Каждый день, если вы будете, где-то вы вебинар провели, где-то вы прямой эфир сделали. Даже те же самые друзья, Zoom со сфоны, Skype со сфоны, включение новичков через со сфоны, презентация бизнеса через со сфоны, да, все это можно записывать, выкладывать на отделе свой канал, как обучающий уже инструмент для своих партнеров, которые не знают, например, как сделать вот этот Zoom-созвон с новичками, о чем там с ними поговорить. Потому-то люди, многие действительно, почему я буду там с этими новичками, о чем разговаривать. То есть делайте сами, запишите, как пример, покажите уже своим ключевым партнерам, как это сделали бы, и они будут понимать, о чем говорить с этими новичками. То есть самое можно провести на троих презентацию бизнеса, как я уже говорила, допустим, знакомый, да, сам партнер новичок, и вы как с пользоватой. Проведите презентацию бизнеса, расскажите, запишите на свой канал, положите своим партнерам, дайте, скажите, а смотрите, как можно еще делать презентацию бизнеса. То есть это такой инструмент, очень важный, когда вы, во-первых, его развиваете, это относится еще и к развитию вашего личного бренда, во-вторых, что тоже стало важно сейчас в нашей жизни, да, и тем не менее вы еще и для команды даете огромную помощь и для себя, потому что у вас все эти инструменты в одном месте, все это структурировано, и все это у вас под рукой, а это необходимо обязательно. Для работы. Вот, я считаю, что это такие прям семь доступных, простых, понятных онлайн-инструментов, которые должны быть у каждого лидера, который сейчас либо начинает только развиваться, или там на них постепенно. Понятно, что в первый день вы не создадите там, не пойдете записывать все там инструкции, ютуб-канал, но постепенно, 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 да. Вот. А в принципе, все. Лена. Я могу еще много выделить, но это, наверное, самые главные, которые я считаю. Я думаю, что нам нужно с тобой эфир делать на день, вот так вот с 9 до 6, и на каждую тему можно по часу посвятить и так далее. Я, во-первых, я вот сейчас читал там вопросы, и я просто хочу аудитории немножко так тоже вернуть обратную связь. Смотрите, я вижу очень много там Лена, крутой эфир. Вот Лена просто сейчас не видит комментарии, а я читаю. Пишут, как все структурно и логично, какая энергетика, какой лидер. Тебе там колоссальные респекты и признания. Ты молодец, спасибо тебе огромное. Хочу всем нашим зрителям сказать, смотрите, я читаю такие вопросы, а как создать свой YouTube канал, что писать в чат новичкам, что делать, если нет денег на первый заказ. Смотрите, вот здесь наступает момент, когда задача принять решение и решить, что делать, уже на вашей стороне. Мы вам даем основы, ваша задача уже найти информацию в Google, в YouTube, сделать брейнсторминг с командой, решить самостоятельно. Это и отличает людей успешных от тех, кто своих целей не добивается. Поэтому, Лена, спасибо тебе огромное, что дала нам прямо нереально крутые основы работы онлайн. Я думаю, что каждый сейчас взял, забрал, начнет отрабатывать. Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо большое. Мне очень приятно все это слышать. Я думаю, будем тебя, будем ждать тебя на следующих эфирах, тоже мы тебя пригласим. Я чувствую, что прямо люди хотят знать еще. Им очень понравилось, как ты четко, энергично излагаешь информацию. Еще раз огромное тебе спасибо. Команде огромный привет. Запись эфира будет в Wariflame Drive. Поэтому, заходите в Wariflame Drive. Будет в течение 24 часов точно, а потом ее скорее в IGTV подгрузим. Все, всем спасибо большое за эфир. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Да, сегодня был непростой эфир. Сейчас мы его завершим, чтобы у нас сохранилась запись. Спасибо большое, что через тернии к звездам были с нами. Мы все-таки это сделали вместе. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.